Исповедание на свою семью Роман, вы правильно заметили, что здесь как бы не полностью этот текст в исповедание вставлен. Восповедание пошла, уже природа плода. То есть тогда, когда мы принимаем наставления, это обязательно преобразует нас. Вот что здесь пошло восповедание. Поэтому, когда мы читаем, что ты наставлял меня от юности, и я возвещаю чудеса твои, то и на семью я говорю, Господи, ты наставлял меня, я был послушан тебе. И моя семья в этом же направлении, мы слышим твои наставления. Мы преобразуемся, потому что истина твоя нас делает свободными, истина твоя нас направляет. Вот об этом речь. Поэтому вы пытаетесь дословно взять, а я говорю о смысловых вещах, о результативности. Наставление, которое не приводит к изменениям, это странное наставление. Если даже оно и хорошее, то значит ученичество никакое. Тогда человек слышит, но не меняется. Но если это наставление правильно и приходит на почву сердца, готовую к изменениям, то будет преображение. Как преображение личности, так и преображение семьи. Поэтому этот смысл мы туда вкладываем в исповедание. Поэтому можете смело его исповедовать с учетом этого смысла, если вы согласны. Если нет, то это ваше право. Вы тоже можете это отложить в сторону и жить, как вы считаете, справедливым. Выбор никто не отменял. Всего доброго, Роман. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok